Ага, господа, сейчас почему-то очень модно стало снимать видео на тему как стать блогером, школа ютюба, научись ютюбить, да в принципе и не особо-то важно. Главное, что я вспомнил, что я ведь оказывается тоже личность, и у меня тоже на всё это есть своё определённое мнение. И именно сегодня я решил рассказать вам, почему всё это является полным бредом. Как и любой блогер, ты решил, что всё-таки у тебя гораздо больше идей, чем у остальных, хватит снимать напротив стены, выбрался на природу, и солнце-то светит, оказывается, спину. Поэтому вот такая дурацкая картина, и ты представляешь из себя силуэт. И это первая проблема, с которой ты столкнулся, потому что вроде и вид хороший, да, вроде и всё здорово, а не снять. Вот в этом заморочка. То есть тебе нужны или свет, бюджеты, в принципе, всё, что угодно тебе нужно, а нет, надо сначала выключим эту камеру, да, а потом... Но тебя постоянно преследуют вот эти обидные косяки, поэтому ты начинаешь как-то из этого выкручиваться и искать в этом же самом месте какие-то другие ракурсы. Ну вот, как-то побродил, поюлозил, вроде нашёлся какой-то выход и даже более-менее место. И всё, подумал про себя, пусть они погадают, где это пишется, хотя на самом деле всем всё равно. И тут начинается самое дурацкое. В голове окончательно забывается и без того не самый космический текст. Ты начинаешь бояться камеры, и происходит то, что называется запись твоего первого видео. Выглядит всё это довольно сумбурно, ты постоянно озираешься, а не смотрит ли кто на тебя вот прямо оттуда, из соседних кустов. Поверь мне, всем плевать, современный человек, даже если видит, что кто-то что-то записывает на камеру, как правило, просто пройдёт мимо и посмотрит, ну потому что это хоть как-то выделяется из всей обыденной картины, которую он видит уже 43-й год по пути с завода домой. Ничего другого в его голове не всплывёт. Но однако ты переживаешь, ты почему-то считаешь, что все на тебя таращатся, что всё как-то вот вокруг тебя прям завертелось, что ты уже начал что-то снимать, и поэтому как-то выделяешься из толпы. Поверь мне, ты всё такой же серый, зачморенный, неуверенный в себе молодой человек. У тебя все те же проблемы, про тебя ещё никто не знает, всем плевать на это твоё первое видео. Однако в твоей собственной голове почему-то всё выглядит немножечко иначе. Ты очень самоуверен, ты считаешь, что именно твоё видео сейчас взорвёт интернет, что всё пойдёт в гору, и уже на следующий день пойдут какие-то просмотры, люди станут подписываться, проявят интерес, и ты побежишь снимать следующее видео. И вот тут, мой дорогой дружок, я спешу тебя предостеречь. Ты считаешь, что у тебя масса идей, ты буквально переполнен всякими новыми фишками, которые взорвут танцпол. А теперь попробуй и возьми, выпиши их на листке бумажки. Лучше даже не в линеечку, просто на чистом листе. Посмотри, как криво получились строчки, и посмотри, как мало ты напридумывал. Ведь если ты собираешься записывать блог, то, к примеру, он будет выходить, ну скажем, в худшем случае, раз в неделю. Итого, на первые два месяца у тебя должно быть около восьми идей. А если твой блог только стартует, то писать даже лучше еще чаще, может быть, пару раз в неделю. Тем более для начала у тебя наверняка будут совсем простенькие видео, без кучи монтажа, и весь съемочный процесс, но будет вряд ли занимать более сорока минут. Потому что даже если какие-то косяки есть, ты запросто их не увидишь, ты просто не поймешь, что вот здесь нужно было сказать по-другому, здесь добавить огонька, как-то улучшить подачу, заставить зрителя сопереживать тебе. Нет, ты говоришь вот таким ровным монотонным голосом, и тебе кажется, что тебя все услышат как надо, что все поймут твою мысль, однако нет, пойми, говорить надо немножечко по-другому. Может быть, делать паузы, но неважно. Это придет к тебе, придет к двадцатому видео. И в идеале, когда ты снимешь это двадцатое видео, ты должен удалить их все. А еще лучше, все твои первые двадцать видео, которые ты снял, никогда не выкладывать на YouTube. Причем каждое из этих видео ты должен прорабатывать так, как будто оно является уже вершиной мироздания, оно является твоим всем. То, что ты будешь показывать Михалкову в кастинге на его новый фильм, а то и самому Кэмерону при съемках какого-нибудь нереального шестнадцатого аватара. Именно так ты должен относиться к каждому своему видосу, не давая себе поблажек абсолютно ни в одной детали. И тогда на двадцатый раз у тебя начнет что-то получаться. И вот ты даже снял, и даже смонтировал, и даже выложил в YouTube, и даже это пролежало неделю, а то упади и больше. Набрало почетных пятьдесят просмотров, ни одного лайка-дизлайка, никто не подписался на канал. А все потому, что не нужно становиться блогером, потому что идея эта, честно говоря, заранее была дурацкая. Ведь ты, с той стороны экрана, думаешь, что мы здесь являемся таким неким подобием ленивых свиней, потому что видео выходит слишком редко, что мы забиваем на монтаж, потому что он не очень, и что вообще мы, в принципе, по жизни ничем не занимаемся, что мы такой рак общества, такие тунеядцы, которые живут, ну, исключительно на какие-то твои пожертвования, или от галактических доходов, галактической же рекламы самого Гугла. Однако, поверь, тут все не так шоколадно. А пока что, поскольку ты все равно не внял моим просьбам и продолжил вести свою подрывную деятельность в рамках нашего маленького уютного интернет-портальчика, я могу лишь пожелать тебе оставаться самим собой, безграничного терпения, и различать комментарии просто школьников от действительно умных комментариев, которые, пожалуй, в одном проценте случаев действительно являются умными. Всем же остальным я могу сказать лишь огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Двойное спасибо всем тем, кто остается со мной на моих обоих каналах. Огромной вам удачи! И пока оказывается, что среди вас есть много потрясающих, умных и красивых людей. Субтитры сделал DimaTorzok